Привет, просветители! Последние несколько недель главные темы для наших политиков аборты и демография. Ну, с Радугой вроде расправились, пора и другие проблемы решать. И некоторые самые талантливые товарищи увидели главное препятствие на пути светлого будущего. Женское образование. Молодцы какие! Мне на всех листов не хватит. И как это часто бывает, ляпнул один... Мурашка! В горле першит. Подтянулись и другие. И вот несколько дней назад на вечеринку «Некогда объяснять просто рожай» заявилась сенатор Маргарита Павлова. Слегка припозднилась, но зато прям с ноги влетела. Встречайте! Главная кринжулька недели. Аплодисменты. По ее словам, нужно перестать ориентировать девушек на высшее образование и перестать плодить молодых людей. Дальше цитата. «Которые получают высшее образование, которое потом, по сути, ни к чему не приводит». И здесь, конечно, с ней сложно спорить. Маргарита – самый отличный пример бесполезности учебы в университете. Два диплома несет подобный бред. Тут она, безусловно, молодец. Держит планку. Отвечает за свои слова. И вот сегодня, детишки, мы попытаемся понять, почему высшее образование так опасно для молодежи в целом и для девушек в частности. В смысле, необразованным стадом проще управлять? Что вы такое говорите? Мне иногда кажется, что голоса в моей голове придерживаются довольно радикальных взглядов. Но начать я предлагаю с уже традиционного мастер-класса от наших политиков и чиновников. Мои слова были вырваны из контекста. Заставка. На этом канале мы уже неоднократно встречали эту замечательную оправдашку. Но, скажу честно, душа всякий раз снова радуется, когда очередной гений мысли заявляет. Меня не так поняли. Я такого не говорил. Это все журналисты. Наша сегодняшняя героиня вот еще спящих агентов и цепсо добавила. Креативно. Пирожок вон там. Идеальный пример позиции «Я держу всех за дураков» это, безусловно, моя любимка Танюша Буцкая. Таня много не бывает. Которая додумалась прийти на радиостанцию и в прямом эфире заявить «Не хочешь рожать? Плати». И дальше продолжил развивать свою мысль о налоге для бездетных. На следующее утро Татьяна проснулась популярной. Поняла, что, возможно, даже чересчур. И выкатила пост в уже запрещенный для россиян соцсети. Кто вообще мог такой бред придумать, налог для бездетных? Ээээ... Ты? Я такого вообще не говорила. Все вырвано из контекста. При этом полная запись эфира спокойненько себе лежала на официальном сайте радиостанции. Заходи, слушай. Но, как вы понимаете, это не помешало нашей Тане громко плакать о жестокости вырывания из контекста. И вот, когда на прошлой неделе сенатор Павлова поняла, что идея девушкам высшее образование особо и не нужно, не нашла достаточного количества фанатов. Удивительно. Дама решила по заветам коллеги крутануть сальтуху и переобуться в воздухе. Как говорится, следите за руками. С любопытством и вниманием наблюдала за развитием дискуссии вокруг моего интервью. С одной стороны, много слов одобрения и поддержки от здравомыслящих людей, которые за традиционные ценности и тонко разбираются в вопросах текущей повестки. Тут, конечно, Маргариту хочется похвалить. Идеальная манипуляция. Сразу же рисуем два лагеря. Одни правильные и хорошие молодцы. Маргарита, конечно же, одна из них. А вот вторые, те самые вырыватели из контекста. Вот понимаете, тот, кто меня поддерживает, здравомыслящий человек. Тонко во всем разбирается. И вообще за традиционные ценности. И настоящая враждебная истерика со стороны либеральной прессы и телеграм-каналов, доведенная до абсурда в духе с обсошных методичек и приемов западных спецслужб. Вырванные из контекста слова, громкие заголовки и сотни оскорбительных комментариев. Все это можно смело вписать в учебник по ментальным войнам. В разделе «Как выбить противника из психологического равновесия». Представляете, цепсошные методички и западные спецслужбы. Вот вы за кого? Неплохо, конечно, получилось. Не согласен с бреднями Маргариты, едва ли не враг народа. Она отметила, что некоторые комментаторы пошли на агрессию, будто бы подключившись по команде спящих агентов. Эта недама сказанула тотальную ересь и в итоге получила вполне ожидаемую волну возмущения. Не-не-не-не-не-не. Это спящие агенты. А они с нами. В одной комнате. Мы их случайно не разбудим. Павлова подчеркнула, что ее высказывания не означают, что рождение детей должно помешать женщинам в образовании, карьере или развитии. Она призвала начать с умения читать и понимать прочитанное, что, по ее мнению, упустили некоторые комментаторы. Какой отличный совет. Маргарита, вы такая умничка. Но мы сделаем еще лучше. Ничего читать не будем, зато оригинал интервью посмотрим, который я, естественно, сразу же сохранил. Потому что и ежу было понятно, что вот буквально на следующий день Маргарита заявит... Меня не так поняли. Я такого не говорила. Это все журналисты. А тут хопа. И видосик. С доказательствами. Вот, кстати, всегда отличный показатель. Прикрывает товарищ свое мягкое место. Или действительно. Все вырвали из контекста. Вместо миллиона фраз о врагах, агентах и неумении читать... Куда уж нам? Человек просто выкладывает оригинал. Вот что было сказано. От начала моей мысли. От конец. Вот на какой вопрос я отвечал. И все. Если же в открытом доступе есть все исходники, и вместо них наш герой выкатывает полотно текста... С оскорблениями. Выводы напрашиваются, как говорится, сами. Но сегодня, Маргарита, мы дадим вам высказаться. Никаких нарезок. Ну, что все честно было. А то глупый комментатор-то только заголовки увидели. Кстати, мы смотрели это интервью целиком, без каких-либо купюр на последнем стриме. Запись есть у меня на бусте. Живая реакция, крики, фейспалмы, попытки не заматериться. Если интересно, переходите и подписывайтесь. Кстати, сейчас на экране вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на бусте. Огромное им спасибо. На бусте все ролики выходят раньше, без рекламы. И доступен эксклюзивный контент. Вот как, например, запись стрима с этой особой. Мы продолжаем нашу работу на первом русском экономическом форуме здесь, в Челябинске. И прямо сейчас наш компетентный собеседник, сенатор Маргарита Павлова. Если и тут что-то будет вырвано из контекста, то вопросы к телеканалу «Царьград». Это их монтаж. Всем известно. Максимально либеральная СМИ. А почему женщины стали меньше рожать? За последние сто лет буквально эта ситуация изменилась. Потому что революция дала возможность женщинам работать. Кошмар какой. Опять во всем Советский Союз виноват. Как было бы здорово, если бы женщины не могли работать. Женщины массово вышли на работу. И, соответственно, они забыли про свое такое женское предназначение. Говорит дама, стоящая не за плитой. И вот сегодня у нас на секции такой крик души прозвучал. Да мы бы рады рожать, да не от кого. Забавно, как все эти переживальщики за демографию. Ну чё, никто рожать-то не хочет. Сознательно игнорирует тот факт, что за последние два года тысячи молодых мужчин были отправлены на военные действия. Это, конечно, демографии вообще не сказывается. Феминистки, чайлдфри, материальные ценности. Ну вот буквально все приложили руку. Кроме главного события последних лет. И такая патриотка, как Павлова, с улыбкой рассуждающая. Но куда мужчины делись, нет кого рожать? Должна понимать, как ее улыбка и слова сейчас смотрятся. Но она же патриот? Или нет? А спроси мужчин, они скажут, да мы бы рады тоже заводить детей. Да нет кого. И такой, знаете, экзистенциальный конфликт. То есть женщины перестали быть женщинами. Они взяли на себя мужские роли. И мужчины перестали в них видеть женщин. Повторю, говорит дама-сенатор. Маргарита, вы все еще не на кухне. И даже не в роддоме. Неудобно как-то получается. Кто-нибудь, помогите Маргарите найти места, более подходящие для дам. Она просто потерялась. Вот в чем парадокс. И, соответственно, можно сокрушаться с обоих сторон. Негодовать. Негодовать, да. Но вот эта зависть, она мешает найти друг друга в итоге. Ммм, зависть мешает. А я вот точно знаю, что не помешает. Орфоэпический словарь. Русский язык со стоповым. Одной стороне увидит женщин, а женщинам мешает, их сильные, сильно развитые стороны, увидеть мужчин. И здесь вот уже идет конфликт ценностный. И, соответственно, чтобы стало все на свои места, нужно огромную духовную работу провести. Нравственную работу поставить все на место. Ну так и начните с себя, проведите духовную работу. Поставьте все на свои места. Перестаньте играть в политика. Ну не для женщины это. Маргарит, если вы хотите заниматься настоящими женскими делами, вперед. Кто вам мешает? Но вы с зарплатой 6 миллионов в год рассуждаете, как остальным женщинам правильно жить. Начните с себя. Почему Таня из Хабаровска в первую очередь должна помнить о своем женском начале? Предназначении. Когда вы получаете миллионы и реализуете себя в традиционной мужской сфере. Что это за лицемерие? Почему вы, вместо того, чтобы рожать и сохранять домашний очаг, даете интервью? У Маргариты 3 ребенка, но для традиционной семьи этого мало. У нас же демографический кризис. Да и родила наша героиня уже после получения образования. А вот остальных женщина призывает рожать пораньше. Ну, возможно, просто не хочет, чтобы они ее же ошибки повторили. Лицемерие. Что-то я сегодня прям так раскашлялся. Вы посмотрите, что происходит, когда девушка вырастает. Ее на что ориентируют родители? Родишь, убью. Не дай бог, принесешь в подоле. Не дай бог, надо поступить в вуз. И прям страшилки рассказывают про детей. И у женщины формируется отношение к ребенку. Оно очень тесно будет связано со страхом смерти. Правильно. Надо говорить, рожай в никуда. Что? Оба только школу закончили. Ни у девушки, ни у парня, ни образования, ни работы. Конечно, рожайте. Зачем вашему ребенку нормальная одежда, еда, своя комната? А когда молодой папаша свинтит в закат? Потому что он сам еще ребенок. Или потому что он хочет нормальное образование получить. И карьеру построить. А не работать уже сейчас на самой низкоквалифицированной работе. Ну, чтобы памперсы купить. В этой ситуации кто все расхлебывать будет? Что-то мне подсказывает не Маргарита. Родители не хотят для своих дочерей участи героинь беременна в 16. Вон на глицита. Нет бы о темографии в первую очередь подумать. Понимаете? Это такие вещи, которые делают собственные родители с собственными детьми. И девушку ориентируют на то, что ты должна сначала выучиться, сделать карьеру, приобрести квартиру, а потом замуж выйдешь, а потом детей рожаешь. Нет, конечно же, гораздо лучше, когда у тебя вообще ничего нет. Ни образования, ни денег. И в случае чего? Чем ты своему ребенку поможешь? Ну, допустим, на голову мужа кирпич свалился. Маргарит, а что же вы сначала образование получили, а только потом, через несколько лет, мамой стали? И в результате мы имеем поколение 40-летних несчастных женщин, которые не реализовались ни как мать, ни как женщина. Они не знают, что такое домашний очаг. Маргарита, а вы какое-то особое мерило женской реализации? Вот меня, к примеру, мама родила почти в 40. Уже после того, как построила карьеру. И благодаря этому у меня было спокойное детство. Мой отец алкоголик. Буйный. Я уже рассказывал как-то на канале, как мы с мамой от него в туалете прятались регулярно, пока он пытался дверь выбить. И именно тот факт, что моя мама уже стояла на ногах. Получила образование, у нее была работа, квартира. И позволил ей уйти из этих отношений. Потому что она понимала, что она одна меня все равно поднимет. Поэтому и семью разрушила. А если бы она по вашим заветам только уют создавала и рожала, куда бы она пошла без образования, работы и с пятком детей? Работы нет, образования нет, единственный доход у мужа. Ааа, жить на пособие. И все мое детство я бы наблюдал пьяные концерты и разбивание стен кулаками. А что делать? Чем сильнее женщина становится, тем слабее мужчины рядом. Хорошо, вы так по своему мужу прошлись. Вы сенатор. А он, если я не ошибаюсь, не президент. Но я опять забываю. Маргарите-то не надо жить по ее заветам. Она птица особого полета. Жить правильно должны только мы. Только наши дети могут ходить в обносках. Им кружки не нужны. Нормальное питание переоценено. Очень много сейчас нас пытаются пустить по ложному пути, говоря о том, что демографию можно поднять с помощью экономических мер. Дайте семье, молодой семье побольше пособий, квартиры, машины. И нам говорят, что вот пока этих вот факторов не будет, молодые люди не примут решение о том, чтобы родить ребенка. Маргарита, мы уже поняли, что чужие дети могут жить буквально вот в коробке из-под холодильника. Главное, что ваши в тепле. Это совершенно ложный путь. И опыт Арабских Эмиратов это доказывает. Потому что там, ну, просто забросали семью всевозможными мерами поддержки, экономическими мерами поддержки. И при этом коэффициент рождаемости не растет. Не растет? Не растет. И так же получилось поколение женщин, которые имеют много денег, но не могут завести ребенка. Им то нет кого, то некогда, то еще что-нибудь. То есть это вот опыт этой страны нам показывает, что это ложный, совершенно ложный путь, по которому нас также пытаются направить. И ответ на эти вопросы опять же лежит в духовно-нравственной сфере. Вообще, конечно, потрясающая позиция. Рожайте как можно раньше. Не думайте ни о работе, ни о образовании. Финансовый вопрос вообще не должен волновать. Но при всем при этом не стоит рассчитывать на поддержку государства. Это путь в никуда. А на какие шиши жить? Ну вот реально те люди, которые подобные вещи заявляют, им просто нужно, чтобы появлялось все больше и больше народа. Как эти дети будут жить? На что их будут воспитывать родители? Им наплевать. Нет, ну вот реально человек, которого заботят, как будут жить эти дети. В каких условиях они будут расти? Он такое сможет заявить? Не, ну правда. Это вот меня действительно интересует. То есть система ценностей, она должна быть пересмотрена. Все должны жить, как вы хотите. Но эти же правила при этом к вам неприменимы. Неплохо, неплохо придумано. То есть система ценностей, она должна быть пересмотрена. Она должна быть пересмотрена с точки зрения того, что когда нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Внимание, вопрос. Главный вопрос сегодняшнего выпуска. Что здесь вырвано из контекста? Что конкретно не смогли прочитать глупые комментаторы в интернете? Именно это ваше предложение журналисты вот буквально слово в слово и использовали в своих статьях. Маргарита, где цепсота со спящими агентами? Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые вот это получают высшее образование, которое оно потом, по сути, ну ни к чему не приводит их. Они либо начинают работать совершенно по иным специальностям, либо еще что-то. И вот этот поиск себя, он затягивается на долгие года и в результате выпускается вот эта детородная функция. Маргарит, но если разобраться, вы же тоже работаете не по специальности. Вы не заканчивали цирковое училище, а так великолепно косплеите Скобороха. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Правильно, одни в роддом, другие в армию. Как-то посмело челить образование получить. Маргарита, а вы сами зачем в ВУЗ пошли? Не беда, что для многих работодателей высшее образование, вот просто корочка, это тот пункт, который вот просто необходим. Нужно, чтобы было высшее образование. Даже, неважно какое, просто как некий статус. Как факт того, что человек умеет учиться. Зачем нам это? Вы же детей все равно будете в нищете растить, поэтому надо сокращать количество людей, у которых есть высшее образование. Маргарита-то его уже получила, а остальным и не надо. Потрясающие, конечно, разговоры. Нужно сразу же и на всю жизнь, вот буквально 18 лет, выбрать тот путь, по которому ты будешь всю жизнь шагать. Это же так легко. Получил образование, а работает по другой специальности. Ну совсем обнаглели. Ну крепостное право верните. Никто ничего менять не будет. Винят в том, что вы хотите отмотать время назад. Не опасаетесь этого? А что в этом страшного? Мы все время считаем, что наши предки были, ну, какими-то недалекими, глупыми, а мы все время идем в какое-то развитие, в какое-то мифическое развитие. Дама, поинтересуйтесь, пожалуйста, сколько жили ваши предки. На досуге посмотрите, как выглядели 35-летние женщины с 10 детьми в начале 20 века. Но Рим показывает, что развитие это равно деградации иногда в некоторых смыслах. И нужно наоборот посмотреть в глубину веков, в глубину наших, опыта наших предков, вечно веку православия. Если вот так задуматься, то это свод законов, правила, по которым жили наши предки. И мы должны эти правила охранять. Удивительная избирательность. А вот предки бурятов жили не по православным законам. Мои, к примеру, по католическим. У нас еще и мусульмане есть. Но вообще меня, конечно, больше всего радует, как у нас опять всю историю Советского Союза буквально так разом за скобки вынесли. Если мы начинаем нарушать правила, то жизнь нам все равно и время покажет, что мы ошиблись. Мы где-то ошиблись. Да, и вы живой пример, по вашей же логике. И эту ошибку важно найти. И эту ошибку и важно вернуть, вот есть такое мудрое выражение, вернуть все на круги своя. И вот пока мы не вернем все на круги своя, мы будем все время запутываться и ходить по кругу. Маргарит, когда увольняетесь-то, пора место мужчинам освободить. И это не развитие. Мы будем обрастать материальными благами, благосостоянием. Но развитие-то не в этом. Сказала дама с зарплатой 6 миллионов в год. Вот такое вырывание из контекста. Что и откуда вырвали, известно, похоже, только одной Маргарите. Единственное, что могу сказать, врать нехорошо. И интернет помнит все. Слышь, увольняйся. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если готовы поддержать меня, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Именно там, кстати, и доступен полный обзор на Маргариту. Ну а я встречусь с вами на следующей неделе, как обычно, в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.